Роман Гудсайд Роман Гудсайд Роман Гудсайд Имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов. Так что если у Ростова внутри коллектива все в полном порядке. Было по ходу всей этой паузы. То Ростов должен показать свой уже ставший прикур Бани Бердеевой фирменный футбол. То есть позволить сопернику минимум моментов создать у своих ворот. Еще раз скажу. Даже если Промеса и Зелуиш будут на поле. Мне кажется, что Спартак не должен забить много. По крайней мере шансов у него будет для этого совсем мало. Если говорить о самом Ростове. То вполне команда может считать себя фаворитом этого противостояния. При грамотной игре в обороне. Мы знаем, как Ростов умеет реализовывать контратаки. Или, например, стандартные положения. Так что в этой встрече, мне кажется, во-первых, никто не будет стараться форсировать события. Потому что ни тем, ни другим это невыгодно. Кто забьет, тот будет очень близок к победе. И особенно это будет так, если Пермс умеет забить футболиста Ростова. Поэтому задача для Спартака и для Ростова в первом тайме будет скорее не пропустить. Нежели забить. Ну, по крайней мере, мне так представляется. А вот уже по ходу тайма второго, когда и сил будет чуть меньше. И когда финальный свисток станет ближе. Здесь возможны ошибки. И здесь возможно уже желание одной из команд рискнуть. И добиться определенного результата. Поэтому мне кажется, что в этой встрече логично остановиться на варианте. Второй тайм больше первого. Он оценивается очень приличным коэффициентом 2.15. На фоне, например, низа, который стоит 1.5 или обе забьют. Нет. Примерно за 1.7. Мне кажется, что здесь можно чуть-чуть рискнуть. И надеяться на то, что второй тайм будет результативнее первого. Почему? Ну, собственно, это я вам уже и объяснил. Поэтому мой выбор таков. Примерно за 1.7. Примерно за 1.7.